С этими ребятами учитель Татьяна Ловицкая вместе уже третий год обучает их с подготовительных курсов. В своей работе большое внимание уделяет изучению родного русского языка и литературе. Русский язык 5 часов в неделю, литературное чтение 5 часов в неделю и получается еще литературное чтение на родном языке 1 час в неделю. Я заметила, что дети сейчас вот этот класс у меня очень любят ходить в библиотеку и читать. Они учат правила, как вы могли сами видеть, они занимаются, любят писать. Если даже я, например, даю им одно предложение писать, они спрашивают, можно мы еще будем писать. Лучше дети стали относиться к русскому языку. Специалисты отмечают, уровень грамотности в стране упал. На это, в частности, влияет активное использование интернета, где немало текстов с ошибками и применением сленговых выражений, которые постепенно входят в оборот повседневной речи и убивают великий и могучий. Это, как вам сказать, режет слух. Я противник этого, поэтому стараемся каждый раз на уроке, если дети говорят не на русском языке, а там какие-нибудь слова, мы стараемся проговаривать такие же слова на русском языке, объясняем значения. Чтобы быть более грамотой, в первую очередь надо читать побольше книг, а не сидеть в интернете и в телевизорах, как я считаю. Также следить за своей речью, чтобы не употреблять слова-паразит, а все-таки говорить на русском языке. Поэтому учителя и стараются прививать детям любовь к русскому языку и литературе. Удивительно, но нынешние ученики младших классов четко понимают пользу чтения. Потому что тогда можно научиться хорошо читать и хорошо научиться писать. Если много читать книг, да? А какие книги ты любишь? Я люблю больше всего энциклопедии читать. Мне нравится литература, потому что там надо читать, а читать я люблю. Что ты предпочтешь? Смартфон или книгу? Книгу, конечно же. Почему? И какие книги любишь читать? Я люблю хроники на армии. Гарри Поттер, хоть я ее и не читал, но я вот хочу ее прочитать. И еще сказки Андерсона. А какая у тебя оценка по русскому языку? У меня 4 и 5. А старшеклассникам в этот день раздавали закладки для книг с интересными фактами русской грамотности. Вот давайте посмотрим, что, например, попалось мне. У слова нет, нету формы изменения. Юлия Погосян, Кирилл Иванов. Видно этого.